Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей встрече. Она у нас сегодня посвящена изменениям в законодательстве за первое полугодие. Вы видите на экране наши контакты, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если по какой-то причине вам, например, не удалось досмотреть до конца или время оказалось для вас неудобное, то через некоторое время мы выкладываем записи вебинаров на наш сайт и вы можете посмотреть его в удобное для вас время с чашечкой кофейку и, возможно, найдете еще дополнительно что-то для себя интересное, потому что вебинаров у нас достаточно много и обучающие материалы, так что милости просим. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина. Мои контакты вы тоже видите на экране. И поговорим мы сегодня с вами вот о чем. То есть программа вебинара, вы видите ее на экране, у нас состоит, в принципе, из наиболее обсуждаемых тем, которые встретились сегодня. И первый пункт – это налог с доходов со 50-процентной скидкой. Это событие, которое еще не наступило, слава богу, только планируется, но, тем не менее, шороху оно надело много. Дальше по поводу расчета больничных листов с вами поговорим. Перенос сроков уведомлений по НДФЛ, запрет выдачи зарплаты досрочно и повышение ставки НДФЛ. Ну и зацепим немножко дополнительные сервисы, отчеты. И, собственно, как будет проходить наша сегодняшняя встреча. Нормативные, так сказать, материалы мы с вами будем смотреть по слайдам. И будем переключаться на демо-базу ERP. Сейчас я переключусь на нее. Вот. И уже, так сказать, ручками пробовать сделать то, о чем мы говорили с вами теоретически по слайдам. Я снова возвращаюсь к нашим слайдам. Итак, начнем мы с выплаты единоразового взлуса. Про это пишут уже достаточно давно, практически, но с марта месяца так это точно. И, собственно, смысл заключается вот в чем. Что было внесено предложение, так сказать, о единоразовом налоге на сверхприбыль за прошлые года. И сейчас уже это более оформлено, так сказать, юридически. И этот законопроект о взыскании с крупного бизнеса налога на сверхприбыль уже практически готов. Комиссия по рассмотрению этого законопроекта его одобрила. То есть внесены были поправки, которые первоначально возникли. И по состоянию на 6 июля состояние этого законопроекта он одобрен. И планируется на следующей неделе, будет внесен в Госдуму. Ну и, соответственно, если одобрили практически доработанный проект, то я предполагаю, что внесут и согласуют его быстро. В чем суть вопроса? Значит, в этом случае разговор идет о дополнительной прибыли. Значит, если компания получила прибыль 2021-2022 года над аналогичными показателями за 2018-2019 год, то компания уплатит сбор единоразовый, который составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 года над показателями 2018-2019 годов. И если компания уплатит этот сбор с 1 октября текущего года по 30 ноября, то получит скидку 50%. Выплаты со скидкой будут оформлены как налоговый вычет в виде обеспечительного платежа. От сбора освободят компании из нефтегазовой, угольной сферы, малые и средние предприятия. Налог не будут платить российские компании, которые на конец 2022 года напрямую владели не менее 75% в предприятиях по добыче углеводородного сырья или переработке нефти. Собственно говоря, это вызывало изначально очень много вопросов и сопротивления, но теперь вот, собственно говоря, юридический этап согласования уже пройден, и это ждет нас в ближайшем будущем, то есть октябрь-ноябрь, это у нас по итогам третьего квартала. Дальше мы поговорим с вами про изменения расчета больничных в этом году. Правила расчета больничных установлены постановлением правительства от сентября 2021 года номер 1540. У нас сейчас действует такой порядок. То есть мы сначала определяем расчетный период. При необходимости делаем замену лет. Обратите внимание, что замену лет мы делаем при расчете обычного больничного, не декретного, а обычного больничного. Извините, перескочила. Дальше определяем доход сотрудника за расчетный период. То есть мы считаем средний дневной заработок СДЗ и сравниваем его с минималкой. И в расчет берем тот расчет, где получилось большее начисление. То есть, соответственно, у нас в этом случае получается, что мы берем за два года в зависимости от стажа и, соответственно, считаем пособие уже с учетом стажа и количества дня болезней. То есть вот это две достаточно непривычные вещи, когда мы, во-первых, делаем замену лет, а во-вторых, определяем процент выплаты больничного в зависимости от страхового стажа. То есть, в принципе, всегда рассчитывая в зависимости от страхового стажа и количество дня болезней. Но здесь мы смотрим уже и на средний дневной заработок, и на минималку, и за два замененных года, например. И уже после этого получаем окончательную цифру, с которой рассчитываем пособие. И, соответственно, расчетный период у нас. Это два календарных года, которые предшествуют к текущему году. То есть, когда человек заболел или уходит в декрет, для больничных, которые открыты в 2023 году, в расчетный период попадают 2022 и 2021 годы. Ну, то есть два предыдущих года. И если сотрудник в расчетном периоде был в декрете или в отпуске по уходу за ребенком, то он может перенести один или два года на более раннее время. Но не на любые годы, а непосредственно предшествующие годам, в которых были эти отпуска. Обратите внимание вот на что, что такую замену бухгалтерия имеет право делать только по заявлению сотрудника. И только в том случае, если такая замена должна привести к увеличению пособия. То есть, в принципе, начинают проглядывать более лояльное отношение к работникам и более внимательное отношение к их заработку. Вот это, в принципе, ну, что в нашей системе. Ну и, соответственно, в этом случае мы готовим все документы, отправляем, и соцстрах уже свою часть переводит на прямую работнику. Еще один, тоже много шума наделавший вопрос, это уведомления по ЕНП, ну и, соответственно, сроки подачи этих уведомлений. В уведомлении по ЕНП, единый налоговый платеж, который мы предоставляем в июне, организация ИИП должна отразить сумму НДФЛ, исчисленную и удержанную с период с 23 мая по 22 июня. Обратите на это внимание. На ряде сайтов появилась информация о том, что в июне необходимо предоставить сразу два уведомления о рассчитанных суммах НДФЛ в начале и в конце месяца. Вот эта информация не соответствует реальности, не соответствует действительности. В этом случае речь идет о законопроекте, который действительно предоставляет организациям ИИП право предоставлять уведомления о рассчитанных суммах НДФЛ дважды в месяц. Обратите внимание на числа, то есть до 25 и до 12, каждого месяца. В первом уведомлении мы должны будем указать сумму налога, удержанную в период с 23 числа предыдущего месяца до 9 числа текущего месяца. А вот во втором полную сумму исчисленного налога за период с 23 по 22 текущего месяца включительно. Но почему не соответствует действительности? Потому что это еще только законопроект. Окончательного утверждения он еще не получил, но исходя из практики, времени на его окончательное утверждение потребуется немного. Но, тем не менее, после и даже после вступления в силу такого закона ничего не будет происходить в принудительном порядке. То есть декларируется, что это будет добровольно и никого не будут обязывать предоставлять уведомления по НДФЛ два раза в месяц. Это будет являться правом, а не обязанностью. И каждый налоговый агент сможет самостоятельно решать, подавать ли ему промежуточное уведомление о рассчитанных суммах НДФЛ или нет. К тому же, как вы знаете, сейчас очень активно муссируется информация о том, что вообще НДФЛ из ЕНП должен быть исключен. Ну, это, опять же, пока только хотелки, к сожалению. Законодательных изменений пока не произошло. И, во-первых, этот вопрос является неокончательным. Ну, а во-вторых, если это право, то, соответственно, нужно будет смотреть, что у нас получится в результате законодательных перепитий и уже перед уплатой самого налога. При этом крайний срок предоставления уведомления по ЕНП в июне был скорректирован. Об этом тоже надо помнить. Что еще хочу сказать? Мы сейчас с вами вот эту нормативную информацию смотрим без привязки к конкретным конфигурациям, то есть ЕРП или зарплата. Для тех, кто работает, скажем так, и в ЕРП, и в зарплате, хочу сказать вот что. Все изменения, которые у нас принимают законодатели, в первую очередь размещаются в ЗУПе, то есть зарплаты и управления персоналом. И уже потом, через неделю или дни, десять, эти же изменения вносятся в другие конфигурации, в частности, в ЕРП. В ЕРП у нас с вами представлен полностью весь функционал ЗУП-ПРОФ, поэтому, в общем-то, таких каких-то расхождений между конфигурациями в этом случае у нас не имеется. Единственное, что в ЗУПе может быть немножко раньше обновление. На обновление в этом году нужно уделять особое внимание. Мы с вами сейчас переключимся на конфигурацию, на демо-версию. Вот она у нас. Смотрим мы с вами ее на ЕРП. И на что хочу обратить внимание, вот по такой пиктограммке мы можем с вами посмотреть, какой релиз конфигурации у вас установлен. Значит, здесь вот мы видим информацию о вашей платформе и конфигурация вот конкретно. здесь у нас сведения о том, какой релиз конфигурации у нас установлен. Мы с вами сегодня будем смотреть на релизе 2.5.12.87. То есть это не последняя конфигурация, но и не такая уже древняя. Собственно говоря, такой релиз мы выбираем совершенно сознательно, потому что некоторые компании еще могли не успеть перейти на более актуальные версии. И, соответственно, чтобы мы могли показать, где что находилось на вот текущий момент. В зарплате управления персоналом функционал как бы абсолютно идентичен, только немножко другая компоновка разделов. Поэтому нужно обращать внимание на то, какой релиз вы используете. Ну и, соответственно, ближе к срокам подачи отчетности стоит обновить релиз, чтобы уже быть уверенным в том, что у вас актуальные формы регламентированных учетов, что у вас уже внесены изменения в справочнике, ну, например, по зарплате, что уже учтены факты слияния фондов и так далее. Мы пока это закроем. и, собственно говоря, еще один вопрос, который требует тоже уточнения по вашим реалиям. Это раздел инсы и администрирования. Мы с вами вот так сейчас сюда переходим и проверить, какие у вас настройки оказались после, допустим, выхода нового релиза. В принципе, это не особо требуется, потому что настройки не меняются, но, тем не менее, себя проверить передача отчетности не помешает. Я имею в виду настройки по кадрам, то есть кадровый учет у нас тоже изменялся, это касается воинского учета и режим зарплата, то есть он здесь тоже требует проверить настройки, которые касаются сейчас, минуточку, минуточку, касаются учета больничных листов. Это абсолютно не новая тема, но, тем не менее, то есть, если у вас отпуск совпал с больничным, то есть пересечение периодов имело место, то, соответственно, как действовать с начислением по больничному листу? Сторнировать отпуск в больничном при пересечении периодов или действовать другим способом? Сейчас мы с вами снова переключаемся на наши слайдики и поговорим еще вот о чем. То есть уведомления нужно направить по форме, которая утверждена приказом, то есть форму, которую сейчас применяют налоговые органы и объединенный фонд. Почему мы на этом заостряем внимание? Потому что было достаточно много вопросов по этому поводу. То есть что делать, если у нас уведомления, например, указали не тот КБК? Что делать, если в уведомлении указали КБК, по которому не надо отправлять уведомления и так далее? в поле отчетный налоговый период указывается код данного периода и порядковый номер месяца, за который рассчитываются и уплачиваются налоги. То есть сейчас применительно к июню, то есть за июнь, когда мы подаем сведения, мы должны указать код 31, то есть полугодия. Уплата налогов и взносов выпадает на второй квартал года и номер июня во втором квартале 0,3. В поле отчетный календарный год нужно естественно проставлять текущее значение 2023. Вроде бы это достаточно очередные вопросы, но тем не менее недоразумения по этому поводу возникали и были вопросы, которые касаются именно порядка заполнения. еще достаточно много вопросов было запрещена ли досрочная выплата заработной платы или можно заплатить зарплату заранее. Значит здесь вопросы возникают в связи с тем, что когда мы платим зарплату через банк, то соответственно банку требуется некоторое время на обработку присланных реестров и чтобы избежать штрафов многие работодатели отправляют зарплату ведомость на зарплату через банк на день или на два раньше срока выплаты. О том, что такие действия правомерны и штрафовать работодателей нельзя сказано в решении арбитражного суда, но обратите внимание решения есть, но они давние. То есть это 2015 год, как вы видите, здесь у нас 2018 год, то есть когда мы еще жили в другом налоговом государстве и применялись другие налоговые нормы. То есть за досрочную выплату заработной платы в принципе штрафных санкций быть не может. То есть в этом случае это право организации досрочно исполнять обязательства по статье 315. единственное, что в этом случае нужно иметь ввиду, чтобы вы не ошиблись с НДФЛ. То есть у нас в этом году действует правило, что дата возникновения обязательств по уплате НДФЛ это дата выплаты. То есть не в конце месяца, как у нас было ранее, а в дату выплаты. еще про НДФЛ поговорим, то есть в принципе тоже все в курсе, что в 2023 году у нас действует прогрессивная ставка, то есть 15% если у вас сотрудник получает больше 5 миллионов рублей в год. При этом хочу напомнить, что повышенной ставкой у нас облагаются не все доходы, а только часть, которая больше 5 миллионов. То есть в среднем это получается, что сотрудник должен получать не больше 416 тысяч рублей в месяц. Ну соответственно, если он получает больше, то это уже облагается поставке 15%. А вот то, что уже очевидно, не настолько очевидно, что с 1 января этого года учитываются все налоговые базы в совокупности. Ну то есть если у вас например группа компаний, а сотрудник работает в одной поваром, в другом плотником, в третьем дворником, то в этом случае будут учитываться все налоговые базы в совокупности. И если доходы по всем налоговым базам сотрудника превысят 5 миллионов рублей, то в этом случае с превышения, то есть суммы превышения этой расчетной суммы будет считаться 15%. А вот теперь обратите внимание, в ЗУПе с 23 года из учетной политики исчезает пункт выполнять расчет НДФЛ по прогрессивной шкале. Это не значит, что теперь этого не надо делать, это как раз наоборот. Теперь это правило будет действовать всегда без учета того, что написано в вашей учетной политике. то есть даже если вы ошиблись в учетной политике, то в этом случае программа все равно посчитает НДФЛ всегда, то есть соответственно и исчисление и удержание. А сейчас мы с вами снова перейдем к нашим слайдикам вот так и посмотрим про учетную политику, то есть что такое я сейчас вам рассказала. Раздел НСИ и администрирование и пункт организация. То есть если при первоначальных настройках вы задали настройку, что у вас ведется мультифирменный учет, то есть несколько юридических лиц, то в этом случае у вас вот в этом разделе, то есть раздел НСИ то есть нормативно-справочная информация и администрирование у вас появляются пункты организации. Если вы выбрали монофирменный учет, то есть одну только организацию, то соответственно просто надо будет перейти в карточку этой организации. При переходе в карточку организации у меня открывается журнал с перечнем всех моих юридических лиц, которые у меня есть. Я вот открываю первое попавшееся Андромеда плюс и здесь мы видим две закладочки первая учетная политика и налоги и еще один зарплата и кадры. то есть в учетной политике и налогах соответственно ну все уже к полугодовому отчету это проверили и устранили расхождение, но тем не менее заглянуть и что-то если вы увидели, что неправильно записано, то по гиперссылке вот синий текст мы переходим соответственно в нужный раздел и можем внести корректировки. и собственно говоря здесь то, что касается общим налогов а зарплата и кадры отдельная закладочка у нас для этого вот вы можете просмотреть ставки актуальные ли ставки у вас вынесены и так далее ну то есть соответственно тоже вынести какие-то исправления и обратить внимание на то, что воинский учет то есть сейчас в этом году воинскому учету уделяется более пристальное внимание поэтому вам надо проверить активирована у вас эта функция или не активирована для проверки мы просто переходим по клавише изменить и соответственно за какой год смотрим если вдруг вы забыли про это то как выйти из положения мы поговорим немножко дальше когда будем рассматривать с вами воинский учет но ликвидировать такой пробел нужно обязательно так мы с вами закрываем и естественно в зупе у нас немножко другая компоновка интерфейса но тем не менее при настройке учетной политики нужно иметь ввиду ту информацию которую я ранее озвучила то есть что исчезает пункт выполняет расчет НДФЛ по прогрессивной шкале кто должен давать форму 6 НДФЛ за второй квартал ну 6 НДФЛ это отчетность налоговых агентов на доходы физических лиц то есть это все без исключения работодатели но не только именно работодатели агентскими агентскими обязанностями в этом случае награждаются так сказать и другие облагаемые выплаты например если это дивиденды а вот если у вас есть обособки то в этом случае вам придется отчитываться по 6 НДФЛ минимум дважды ну во-первых за головной офис и за каждую обособку напомню что обособка это подразделение организации зарегистрировано в другой налоговой инспекции по месту нахождения это не обязательно может быть другой город это может быть и другой район города еще одна тонкость которая есть при составлении форме 6 НДФЛ даже если у вас есть обособки но нет облагаемых выплат то нулевые отчеты не предусматриваются ну однако для перестраховки чтобы уже быть железобетонно уверенно что вам никаких претензий предъявить не могут вы можете подать нулевую отчетность и налоговая не имеет права отказать вам в его принятии за первый квартал мы должны были отчитываться по 6 НДФЛ на новом бланке в него по-прежнему входит титульный лист и два раздела и приложение заполняемое по концу года изменения у нас коснулись в этой форме первого раздела то есть в нем оставили только 4 строки с 0.21 по 0.24 и в них мы отражали суммы налога которые удержаны в отчетном квартале это просто в качестве напоминания еще один момент это сроки и отличия то есть вы видите на экране табличку где идет сравнение как начислялось до 2023 года и что у нас есть теперь в 2023 году ну здесь идет ссылка на пункты налогового кодекса то есть соответственно они изменились и вот данный пункт пункт 2 статьи 223 он в 2023 году перестает действовать и вместо него под пункт 1 пункта 1 статьи 223 то есть статья та же ссылка на под пункт и другая ну вот самое ключевое изменение это последний день месяца за которого перечислена зарплата в прошлом году у нас считался днем получения налогов а в этом году у нас дата выплаты заработной платы ну и соответственно кто и когда удерживает налог удерживает естественно работодатель в прошлом году это было при окончательном расчете за календарный месяц а в этом году это с каждой выплаты сотрудника в эти в перечень этих выплат у нас входит и отпускные и командировочные и так далее ну и дальше сроки удержания и сроки перечисления то есть как вы видите период удержания НДФЛ и срок перечисления НДФЛ но сроки в этом году как вы знаете у нас едины то есть не позднее 28 числа текущего месяца и годовой мы должны будем предоставлять не позднее последнего рабочего дня календарного года обратите на это внимание последний рабочий день календарного года сейчас мы с вами немножечко посмотрим слайды из 1С собственно говоря здесь я вам покажу сейчас слайды из ЗУПа мы не будем переключаться потому что к сожалению это много времени не занимает то есть мы с вами говорили про учетную политику посмотрели ее на примере ERP а на примере ЗУПа вот у нас точно так же мы открываем общий журнал наших юридических лиц и карточка организации у нас содержит закладочку учетная политика и другие настройки и вот здесь вот на закладке учетная политика это как раз вот мы с вами говорили мы делаем изменения или не делаем но они у нас будут по умолчанию происходить в ERP вот она наша закладочка зарплаты кадры мы ее посмотрели уже и потрогали ручками и собственно вот снова выдержка из ЗУПа из настройки ЗУПа когда мы переходим по ссылке сейчас минутку я ее здесь открою то есть когда мы переходим учетная политика и другие настройки у нас с вами интерфейс будет выглядеть вот таким образом и соответственно здесь мы проверяем все ли у нас проставлено а вдруг я была в невменяемом состоянии и забыла все проставить соответственно в этом случае я должна буду все исправить ну соответственно срок перечисления исчисленного и удержанного НДФЛ у нас попадает в общие сроки то есть как я уже сказала перечисление налогов у нас не позднее 28 числа единственное будет немножко исключение это за год то есть с 23 по 31 декабря не позднее рабочего дня последнего рабочего дня календарного года а период с 1 января по 22 января уже будет традиционным то есть не позднее 28 января сроки подачи у нас тоже самое единое для всех налогов и за квартал полугодия ну соответственно 9 месяцев это не позднее 25 числа а за год не позднее 25 февраля вот обратите внимание февраля и собственно говоря в связи с тем что с 23 года все организации перешли на ИНП законодательные изменения то есть изменяется пункт 9 статьи 226 налогового кодекса которая сейчас запрещает налоговым агентам платить НДФЛ из собственных средств поскольку меняются сроки удержания и перечисления ДФЛ то сейчас налоговый агент имеет право перечислить деньги до удержания налогов то есть выполнить оплату за счет собственных средств в зарплате ИК с 23 года в ведомости на выплату пропадает возможность заполнения авансов фиксированной суммы например там как было 40% от тарифа или какой-то фиксированной суммы например там 10 тысяч рублей связано это с тем что с таких авансов НДФЛ не исчислялось и не единственный способ расчета аванса только расчет за первую половину месяца и собственно говоря для того чтобы перейти на аванс то есть расчеты за первую половину месяца никаких дополнительных настроек нам добавлять не надо единственное что стоит сделать это проверить все начисления проверяем мы в зубе настройка начисления и наличие галочки начисляется за первую половину месяца начисляем мы это в зарплате все начисления начисления зарплаты за первую половину месяца здесь мы должны указать плановую дату выплаты ну и соответственно после этого выполнять уже расчет здесь обратите внимание вот на что что суммы из этого документа попадают только в налоговый регистр и специальный регистр для авансов в расчетный листок и свод суммы попадают только после окончательного расчета зарплаты для выплаты аванса ведомости указываем способ выплаты аванс и с 23 года независимо от того что у нас в настройках по учетной политике налог будет удержан при выплате аванса я уже про это несколько рассказала видите даже еще красным шрифтом выделила так сказать стоп сигнал не забудьте про это пожалуйста еще один момент это остальной порядок заполнения 6 недвижения у нас остался прежним то есть первом разделе у нас отражаются сведения за отчетный квартал во втором разделе у нас уводятся данные за отчетный год и приложение мы уже заполняем по окончании года во втором квартале мы сдаем 6 НДФЛ в инспекцию по месту учета налогового агента и по обособкам то есть соответственно мы подаем по месту их нахождения напомню что у нас предусмотрено два отчетных формата первый если у вас численность сотрудников не больше 10 человек то вы можете задать бумажный вариант естественно в этом случае нужно уделить внимание тем таким моментам как то что кем подписан бумажный вариант ну то есть чтобы были указаны те ответственные сотрудники на которых есть сведения в налоговых органах если у вас уже 11 человек и больше то вы можете задавать только в электронном виде и в случае выбора неправильного то есть если у вас например 11 или там 15 человек вы сдаете в бумажном варианте то вам будет грозить штраф и соответственно ну если вы сдадите в электронном виде вам ничего не будет а вот если вы в бумажном варианте сдадите то естественно вам будет начислен штраф еще один момент у нас касается отражения удержанного НДФЛ в учете это сейчас вы видите перед собой слайдик который сделан из зупа то есть у нас раздел зарплата нас интересует напомню вы рассчитываете зарплату делаете все начисления и после этого вы должны отразить удержанный НДФЛ в двух учете то есть это вот этот вот пункт меню заработная плата это просто небольшая памятка потому что это в принципе кто работает заработной платой всем знакомым и допустим когда вы делаете в зупе начисление зарплаты и взносов то соответственно вы выбираете начисление заработной платы и вы здесь у вас должна стоять планируемая дата выплаты которую вы вносите в настройки мы с вами это уже посмотрели то есть это закладочка начисления еще раз повторяю просто что автоматически дата ставится из настроек организации учетная политика бухучет и выплат то есть вот мы с вами ее смотрели то есть это где найти и еще хочу сделать небольшое отступление в общем-то очень неплохая неплохой ресурс который печатает достаточно хорошо структурированную информацию по поводу действий которые необходимо предпринять это сайт налог налог то есть это не одинэсный ресурс это ресурс налоговых органов сейчас я покажу как это выглядит то есть налог налог ру обратите внимание как пишется и это в общем-то комментарий содержит больше всего комментарий особенно к сложным налоговым каким-то вопросам и вот у них очень интересный есть чек-лист для заполнения 6 НДФЛ был за первый квартал сейчас есть за второй квартал то есть последовательность действий несколько шагов которые мы должны сделать при составлении 6 НДФЛ и хорошие гиперссылки где очень-очень подробно расписано с расчетом на абсолютных чайников в хорошем смысле этого слова то есть очень подробно расписано что здесь что сделать и какими ссылками на какие документы обложиться чтобы нам за это ничего не было ну вы все знаете что у нас с марта 23 года вводится электронный документ оборот на определенные виды документа оборота и с марта 23 года у нас начинает работать электронный документ оборот по организации грузоперевозок по другим видам документа оборот у нас тоже есть электронный формат то есть например НДФЛ НДФЛ извините НДС у нас уже давно только в электронном формате но тем не менее обращаю внимание тех кто занимается грузоперевозками и здесь опять если мы если у вас присутствует такой вид деятельности то вам нужно сделать настройки в учетной политике кроме того что мы должны проверить учетную политику перед формированием полугодовой учетности как я уже говорила нам обязательно нужно проверить воинский учет если говорить официальным языком то руководители организации должны организовать военную учетную работу и так далее то есть это не новость как вы видите нормативный документ у нас датирован 2006 годом но скажем так более пристальное внимание этому разделу учета стали уделять именно в прошлом году когда у нас начались мобилизационные мероприятия поскольку эта отчетность сдавалась военкомат а военкоматы ну как бы не особо уделяли внимание и собственно штрафные санкции не были широко распространены то многие предприятия просто не вели воинский учет или вели очень поверхностно так вот просто в этом году нужно просмотреть как у вас организован воинский учет и быстренько быстренько исправиться если у вас оказался пробел по этому вопросу как я уже говорила для того чтобы ввести воинский учет требуется активировать этот блок сейчас мы снова переключимся с вами на наши демо базы я буду показывать на примере ERP в 1С в принципе в ЗУПе такая же ситуация поэтому мы посмотрим просто на ERP значит в разделе НСИ администрирование мы выбираем раздел кадры и здесь у нас есть немножко спуститься вниз раздел воинский учет то есть мы соответственно ставим флажок вот такую красивую зеленую галочку это чекбокс о том что ведется воинский учет вот эта галочка нам добавляет один отчет но правда раз в год в военный комиссариат и в военкомат мы должны будем еще кроме этого отчета сдавать и сверять с ним листки по учету тех кто подлежит постановке на учет а вот если вы хотите применять льготу например если у вас есть IT специалисты или вы хотите вести бронирование граждан на период мобилизации и на военное время то мы проставляем еще один на чекбокс вот эту галочку и она нам добавляет еще два отчета и того у нас получается три отчета которые мы должны сдавать военкомат ну соответственно если мы добавляем специальности то здесь добавляется еще определенное количество телодвижений после того как мы проставили вот эти чекбоксы мы можем с вами переходить в раздел зарплата или кадры и соответственно у нас здесь появляется блок воинский учет в ERP он задержит только два пункта в ZUP здесь перечислены четыре вида документов функционал абсолютно одинаковый просто в ERP остальные два документа немножко по-другому скомпонованы в меню и собственно воинский учет мы переходим и заполняем листки сообщений об изменениях и так сейчас мы лишнее уберем чтобы оно нам не мешалось кадры и документы по бронированию вот здесь на что нужно обратить внимание то есть когда мы с вами составляем листки сообщений об изменениях или занимаемся другими документами воинского учета нужно помнить вот о чем раньше такие сведения подавались в военкомат в течение двух недель с момента проведения кадрового мероприятия то есть говоря по-русски с момента приема или увольнения нового сотрудника который подлежит воинскому учету сейчас при введении ЕФС-1 отчета ЕФС-1 у нас сроки другие то есть мы должны подать сведения то есть заполненные соответствующие разделы раздел 1.1 ЕФС ЕФС-1 о том что у нас произошло кадровое мероприятие на следующий рабочий день и позднее следующего рабочего дня соответственно сроки подачи сведений в военкомат у нас тоже изменились то есть теперь в течение пяти рабочих дней то есть не так критично не на следующий день но в течение пяти рабочих дней и здесь эти пять рабочих дней в принципе дают вам возможность немножко подстраховаться несмотря на то что форма отчетности ну в принципе унифицированная у некоторых территориальных подразделений военкоматов могут быть свои формы ну какие-то дополнения содержащие или еще что-то и поэтому вам нужно с военкоматом уточнить по какой форме они хотят введить эти отчеты и поскольку с военкоматами электронный документ оборот не был применялся не всем и не часто то во-первых вам лучше уточнить по какой форме вы должны сдавать отчет и во-вторых выбрать формат по которому вы будете сдавать то есть либо лично относить либо отправлять по почте с уведомлением ну то есть определиться как ваша отчетность будет попадать в военный комиссариат снова переключать а нет извините еще хотела сказать вот про что если вдруг вы не ввели вообще воинский учет то значит в этом случае мы выставляем эту настройку которую я вам уже показывала кадры воинский учет так где он тут у нас вот он немножко пониже вот выставляем эти настройки и после этого у нас сейчас я наверное лучше на слайдике это покажу после этого мы переходим на закладку кадровый учет это вот то что вы видите сейчас мы с вами сделали и после того как мы все отметки выполнили у нас с вами в разделе инс и администрирование на закладочке зарплата и кадры у нас с вами появляется вот здесь блок воинского учета и мы по ссылке изменить попадаем вот в эту настройку мы ее уже открывали но тем не менее вот я открыла вот у меня закладка зарплата и кадры и вот у нас блок воинский учет что нас здесь будет интересовать то есть мы с вами уже смотрели этот слайдик и смотрели ну какой расчетный год сейчас у меня 23 установлен но если мне в пожарном порядке требуется что-то быстренько исправить то вот эти два документа это практически нормативное обоснование введения вами воинского учета то есть во-первых мы составляем план работы по осуществлению воинского учета и если мы с вами были белыми пушистыми зайками то у нас вот здесь вот заполнено там все почему я говорю белыми пушистыми зайками потому что при первоначальных настройках мы должны были заполнять все видимые поля то есть не пропускать названия юридические адрес фактические адрес и так далее то есть если мы заполнили все наименования должностных лиц ну то есть всю информацию которую там мы видели то мы получаем уже готовый документ где будет написано руководитель организации Иванов Иван Иванович и так далее и вот второй штампик утверждения его нужно будет нести в военный комиссариат потому что соответственно должен быть штамп комиссариата и здесь у нас дальше заполняется вся информация по поводу воинского учета кто что делает с какой периодичностью и так далее и будут заполнены естественно здесь расшифровки подписей и так далее это это у нас с вами план работы и план работы мы должны с вами утвердить приказом который точно так же если у вас все данные внесены будет заполнен полностью а если мы халтурили и где-то пропускали информацию то соответственно у нас будут пустые поля которые придется уже ручками заполнять в принципе когда пожар то конечно это заполняется со скоростью реактивного самолета но скажем так дополнять себе лишнюю работу тоже обычно чревато и лучше изначально заполнить при первоначальных настройках программы все сведения заполнить правильно так снова с вами выйдем в наши слайдики и вот еще о чем хочу сказать о том что у нас с этого года очень серьезное внимание к страстным санкциям это касается и сведения по воинскому учету и статистике обращаю внимание на статистику а здесь мы с вами видим то есть какие отчеты мы должны с вами сдавать по воинскому учету это вот те флажки которые мы с вами поставили у нас добавились отчеты единственное что вот здесь у нас указан срок старый я уже сказала что сейчас здесь срок 5 дней то есть нужно это учитывать и еще один момент это проперс инфицированную отчетность мы с вами уже поговорили что у нас тоже в ней есть изменения и соответственно штрафные санкции за перс отчетность в этом году у нас тоже были изменения но изменения в принципе как бы в интересах бухгалтеров штрафы такие же как были и в прошлом году то есть мы 500 рублей платили за каждого работника если на него не подали сведения но вот сроки уплаты в прошлом году были 10 календарных дней с момента получения требования от ПФР об уплате штрафа в этом году срок увеличился стал 20 календарных дней и если мы с вами в течение этих 20 дней успеваем оплатить штраф то в этом случае мы платим 50% то есть по принципу как сейчас работает ГАИ если вам прислали штраф на 500 рублей а вы быстренько успели его в течение установленного срока оплатить то вы платите только 250 рублей и еще один момент это освобождение от ответственности вот здесь тоже есть одна такая тонкость которую надо иметь ввиду то есть если вы получили требования о представлении документов пояснений внесения исправлений и так далее вы должны на них отреагировать в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления и соответственно если ваши бухгалтера сами нашли какие-то ошибки то они должны они имеют право подать уточненную отчетность и исправить все данные но ключевое слово но если вы исправите отошлете соответствующие органы и после этого уплатите то вы нарветесь на штрафы и на пене то есть вы должны найти ошибку исправить начисление пересчитать налоги и взносы но уплатить сначала вы должны уплатить сумму недоимки только после этого отправить уточненный расчет адресату тогда у вас не будет ни штрафов ни недоимки если вы поступите на ворот как я уже сказала будут штрафы и пенни и еще один момент он неприятный это хорошая ложка дегтя действует она уже фактически второй год точнее уже третий пошел поскольку с первого июля это будет ровно два года это то что был принят дополнительный перечень обстоятельств когда декларация либо расчет поданный абсолютно нормально с соблюдением сроков все как надо может быть признано налоговыми органами не предоставлены со всеми соответствующими последствиями с блокировкой счета с попаданием во все черные списки и так далее в каких случаях то есть это может быть если налоговые органы обнаружили что декларация либо расчет подписаны неуполномоченным лицом если декларация либо расчет подписаны дисквалифицированным физическим лицом у которого еще не истек срок дисквалификации если обнаружено свидетельство о смерти подписанта до того как отчетность была им подписана ну это уже совсем такой мошеннический вариант а вот следующий следующая причина к сожалению встречается достаточно часто это если в отношении руководителя подписавшего отчет внесена запись в ИГРУ о недостоверности сведения о нем и эта запись появилась в реестре раньше чем дата представленной отчетности вот это к сожалению достаточно распространенный пункт почему потому что во-первых ваш руководитель мог изменить мог получить новый паспорт по возрасту второй момент он мог получить новый паспорт в связи с отступлением в брак изменением фамилии в этом случае кадровики могут и не знать об этом поэтому перед сдачей отчетности обязательно нужно проверить по выписке из ИГРУ не приключилась ли с вами такая оказия потому что снимать потом организацию со всех черных списков это требует и времени и естественно нервов и то что уже имеет достаточно часто практическое применение к сожалению это ну контрольное соотношение по НДС это в принципе всем знакомая ситуация и уже не настолько пугающе а вот следующее это содержатся ошибки в расчете по страховым взносам это к сожалению очень часто встречающаяся ошибка и не потому что бухгалтера не знают как рассчитывать страховые взносы а потому что если у вас допустим достаточно большой перечень физических лиц то при округлении возникают ошибки округления и в этом случае общее начисление может не корреспондировать с начислением по каждому физическому лицу поэтому на такие моменты нужно обратить особое внимание и еще один момент сейчас мы с вами вернемся к нашим слайдам к нашей демо базе и посмотрим вот что так это я закрыла чтобы оно нам не мешалось значит дополнительный сервис который живет в разделе регламентированная отчетность ну так же он есть и в разделе зарплаты и в разделе кадры он есть и в зупе и в ерпи я имею ввиду это раздел 1С отчетность то есть само по себе 1С отчетность это название раздела который содержит в общем-то все отчеты перечень отчетов которые мы сдавали если я перехожу в общий журнал документов то есть вот у меня всплывает вот такая вот всплывающая реклама то есть 1С отчетность это не только название раздела но и название отдельного сервиса чем оно нам интересно это тем что фактически 1С отчетность сервис позволяет напрямую обмениваться информацией с сайтами налоговых органов общего объединенного фонда и так далее более подробно про эту отчетность вы можете почитать вот по такой ссылке вот проваливаетесь сюда и здесь очень красиво и профессионально расписаны все прелести этого сервиса на самом деле он реально важен в том случае потому что сейчас многие сроки то есть например сроки реагирования на требования сроки предоставления документов имеют очень короткие промежутки времени то есть там 5 дней и естественно если вы из этих 5 дней 2 дня тратите на обмен с операторами электронной связи электронной отчетности то есть пока они примут пока отправят вам пока вы примете и в обратный путь то вы как минимум 2 дня теряете а здесь у вас прямой обмен и вы сразу видите информацию которая есть на сайте в вашем личном кабинете и так далее и для того чтобы подключиться к этой отчетности нужно перейти по этой ссылке в принципе здесь достаточно подробно понятно написано что делать даже для не очень уверенных пользователей и еще один момент это дополнительный сервис то есть это где у нас живет такая прелесть и второй момент это дополнительные сервисы которые мы можем получить опять же в разделе регламентированный учет опять же 1С отчетность можем через общий журнал а можем вот через личные кабинеты на самом деле мы попадаем с вами при этом в одно и то же пространство то есть видите у меня верхняя линейка это те же пункты меню которые мы смотрели с вами по списку в предыдущем слайде и это я сейчас закрою и здесь есть сервисы по работе с сайтами то есть налоговых органов если вы юрлицо если вы ИП это вы попадаете в личные кабинеты и работа с объединенным фондом то есть видите подсказочку бывший ФСС тоже бывший ФСС ЕГПУ и статистика соответственно личный кабинет это информация юрлица о действиях которые происходили с данным конкретным фискальным органом то есть личный кабинет СФР здесь мы можем посмотреть например когда у нас камералки какие акты они нам составили и так далее а второй личный кабинет опять же на бывшем ФСС СФР который сейчас у нас это работа с электронными листками нетрудоспособности подтверждение вида деятельности ну и собственно со всеми случаями когда дело касается каких-то соц.выплат и статистика на которую я вам уже сегодня обращала внимание почему потому что во-первых в этом году статистика добавила достаточно много отчетов которые предприятия должны сдавать а во-вторых статистика стала реально применять штрафные санкции на эту тему было достаточно много уже разговоров тема муссировалась уже не один год что да теоретически она имеет право штрафовать практически они это не применяли с прошлого года статистика применяет реальные штрафные санкции за несдачу за нарушение сроков предоставления отчетности за искажение данных и такие штрафы достаточно весомые то есть на первый случай они могут достигать 70 тысяч рублей а при повторном проступке этот штраф будет уже порядка 150 тысяч рублей и согласитесь потратить 5 минут на то чтобы по ИНН зайти на портал статистики и по ИНН посмотреть под какие выборки вы попали и какие отчеты вы теперь должны сдавать и потом кусать все локти за то что ты это не сделал когда получил штраф на 70 тысяч но в общем-то обидно теперь мы с вами снова переключаемся на наши слайды и вернемся к титульному листу к сожалению наше время уже закончилось и мне хотелось от имени компании компании Кодерлен поблагодарить вас за время которое вы нам уделили за интерес к нашим мероприятиям мы очень надеемся на дальнейшее сотрудничество приглашаю вас к нему и пожелать вам хорошего дня и успехов в вашей деятельности всего доброго